Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Целый час сделала вот такой вот макияж с фиолетовыми тенями. Что-то в последнее время у меня прям такое вдохновение, хочется делать макияж. Хочется делать разные образы. Даже, вы знаете, я хочу заказать тебе бижутерию. Я уже давно положила крест или поставила крест на бижутерии. Но вдруг мне что-то вот хочется создавать какие-то образы, не знаю, какие-то висячие сережки. Возможно, Шейн закажу, там вообще копейки все это дело стоит. А у нас сейчас в магазин и зайдешь, вообще как серебро стоит хорошая бижутерия. Поэтому на раз-два лучше Шейн. Ну, в общем, у нас здесь Кутабики, Катых, Барбарис. Давайте это откроем. Новая какая-то фирма круассанчиков. Вроде как выглядит очень аппетитно. Кофе три в одном, как раз с круассанчиками. Еще у нас здесь корейская морковка. Я очень люблю покупное. Она какая-то особенная. Кладем вот так вот на серединку. Сделаем типа шаурмы. Мама приготовила Кутабики. Я решила воспользоваться ситуацией и снять для вас мукбанг. Вопросы в сообщество задавайте. Аля. Мукбанг снимаю. А я не видела, ты мне написал? Когда ты мне написал, я не видела. Вопрос от подписчицы. С кем из родственников больше всего общаешься и почему? Я очень тесно общаюсь с женой брата. Обычно ходит слух, что там, не знаю, отношения всегда бывают не очень и так далее. Но я очень люблю жену своего брата. Ее зовут Первана. Я ее называю еще Истребитель. Когда я к ней прихожу, она вот быстро-быстро что-то приготовит. Такой вкусненький. На тебе чай. На тебе это то. Я это люблю. А я это ценю в людях. Корыстный человек приходит, все это кушает и уходит. Раньше, когда нас на улице видели, ее знакомые, не знаю почему, всегда задавали ей вопрос. Это твоя сестра младшая? Я такая, нет. То есть, типа, внешне нас считали похожими. Хотя я считаю, что мы совершенно не похожи. Ну, мы обе брюнетки. Оба плюс-минус одного роста. Чуть-чуть она выше меня. В общем, с ней у меня замечательные просто отношения. Взять элементарно своего брата. Я не знаю, какой-то секрет ей рассказываю, например. Хотя было бы логичнее рассказать своему брату. В чем-то они мне помогают. В чем-то я им помогаю. У меня вот недавно ринглайт испортился. Что произошло? Оказывается, розетка, ну как это правильно называется? Ну, вот такая вот вилка, пилка. Она сломалась, я даже не обратила внимания. Сразу взяла ринглайт, пошла к брату. Он мне быстренько это все дело починил. И отправил меня домой. У меня есть еще дверная сестра, которая живет в Саратове. С ней тоже мы очень часто можем обсуждать. Это, то, третье, десятое. Мы с ней росли вместе. Поэтому я знаю ее характер. Она очень хороший человек. И кого еще могу отметить из своих родственников? Это мои родственники в Дагестане. Моя тетя. Я ее просто обожаю. Но сказать, что я прям со всеми общаюсь, со всеми у меня замечательные отношения, нет. Ни с кем я не в ссоре. Но есть родственники, с которыми я мало общаюсь, а родственников у меня много. Есть такие родственники, например, да? Просто по возрасту они мне не подходят. Например, у мамы. Там у меня двоюродные сестры. У них у всех семья. Дети. Дети где-то подросткового периода. 13-14 лет. И вроде с детьми я как бы не ровесница. И с сестрой не ровесница. Все равно мне кажется, как-то общаться проще, когда у вас общие какие-то интересы. Когда большая разница в возрасте. Не знаю, опять же. Мои подруги. Плюс-минус там на год старше меня, на два, вот так вот где-то. Например, шейли на год меня старше. Или чуть больше. В общем, на курс выше она меня училась, я помню. Как же вкусно! Эта корейская морковка вообще меня прям покорила. Я даже не думала, что такое сочетание мне понравится. Вкусно-чища. Кутабики обалденные. Несмотря на то, что они вчерашние. Мне даже на следующий день нравится больше. Я их подогрела на сковородке. И все. Готово. Вкусно-чища просто. Вкусно-чища просто. Делаем вот так вот. Делаем такой бутер. И в рот. Что касается моего родного брата. У меня нету родной сестры. И с одной стороны так грустно. Потому что все-таки сестра это не брат. С сестрой можно обсудить какие-то, ну не знаю, женские штучки какие-то. Ну слава богу, у меня есть такие подружки, что... Сестра отдыхает. Некоторые мне в комментах пишут, Айка, ты так быстро ешь. Но это обычная форма, как я ем. Вот это да. С братом тоже у меня хорошие отношения. В детстве мы вообще не ладили. Он меня называл стукачка. Постоянно с ним дрались из-за компьютера. Из-за всего просто. Из-за еды. Чтобы сидеть за компьютером, поиграть в мою любимую игру Sims. Мне надо было заплатить за это. Вот по такому тарифу мы с ними жили. Все-таки с братом не обсудишь те темы, которые, например, можно обсудить с сестрой. У брата это немножко другое. И у меня мама рассказывала, когда мы еще маленькие были, папа очень хотел третьего ребенка. Мама сказала, категорически нет. Даже я получилась случайно. То есть я не была запланированным ребенком. У меня мать мне тоже говорит, что один ребенок достаточно. Много не надо. Главное дать все самое лучшее этому ребенку. Смотрю на свою маму и думаю, блин, молочина. Соседки у нас по 4, по 3 нарожали. А нас всего двое. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Родителям было проще как бы нас обеспечивать и все дела. Но с другой стороны, вот сейчас, когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что все-таки хотелось бы сестру. Хотелось бы, не знаю, еще брата, возможно. А какой бы он был, если бы он был, не знаю, снимали бы мы с ним видео, жил бы ли он с нами. Вот интересно. Но с другой стороны, когда у тебя есть хорошие родственники. Которые прям с душой. В тиктоке там вижу, все жалуются на своих родственников. У нас тикток Азербайджан попадается. Я смотрю, там люди жалуются, типа, не дай бог, родственники и так далее. Когда хорошие родственники, это прекрасно. Когда я начинала, очень поддерживали. Я это безумно ценю. То есть, когда я снимала неинтересно. Когда у меня было 20 подписчиков, 30. Люди смотрели, поддерживали, писали комментарии. Говорили, что Айка, ты молодец, у тебя все хорошо получается. Это, конечно, дорогого стоит. Я здесь котыр и барбарис подготовила. А съела все вот так. На этом все, мои хорошие. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот.